Девушка Хочет, так хочет Весна – это уже отличный повод для комплиментов Накануне Международного Женского Дня мы с моим коллегой решили научиться делать это красиво Смотрите и запоминайте Всем привет! На связи Емал Клик На носу 8 марта – День цветов, подарков и комплиментов Но ведь девушки заслуживают комплименты не только по праздникам Согласен, меня зовут Кирилл А меня Макара, и сегодня мы поднимем настроение нескольким незнакомкам Девушка, быть настолько красивой – это преступление Да, спасибо Какие вам самые странные комплименты вам делали мужчины? Никакие, у меня муж есть, мне только он делает комплименты и красивые Если ваша женя незнакомец сделает комплимент, то что вы сделаете? Порадуюсь, что у меня такая красивая жена Вы часто делаете девушкам комплименты? Насколько будет потребность, настолько и делаю часто комплименты Но в связи с праздником 8 марта буду каждой девушке, каждой абсолютно делать комплименты Будет ли она об этом просить или нет Девушка Хочет, так хочет Девушка Ой, так красиво улыбнуть Девушка Эх, пугаются девчонки комплиментов от незнакомцев Вы так красиво улыбнулись, что я забыл, куда шел Можно вопрос? Да Умеют ли мужчины делать комплименты? Конечно Умеют Я уверена, что искренние комплименты умеют делать все мужчины А сколько комплиментов вам нужно? Мне? В день? Ну, вообще, чтобы вы были рады Ну, как минимум, один комплимент в день, и этого будет достаточно Как часто вы делаете своей жене комплименты? Ну, регулярно Если вашей жене сделают комплимент кто-то другой, что вы сделаете? Похвалю его Он же не сделал ничего плохого Есть ли у вас какой-то универсальный комплимент, который вы говорите своей жене? Конечно, есть Какой? Как тебе сказать? Без тебя, как в пустыне, без воды Как часто нужно делать девушкам комплименты? Всегда Можно вопрос? Давай Вы можете меня научить парочку? Она слось в моей маме Не могу Говори маме всегда, что она очень красивая, очень хорошая и всегда любимая Можете мне дать пару комплиментов? Тебе пару комплиментов? Научить А, научить Ну, люби девушек Говори им, что они красивые Стройные И заставляй их улыбаться Не подходите ко мне так близко, вы меня ослепляете своей красотой Девушка, у вас такая красивая, улыбка, не прячьте ее Красивая У вас такие красивые глаза, я ж не могу от них оторваться Спасибо Макар, вроде комплименты мы делали девушкам, а у меня настроение поднялось Слушай, а у меня тоже Вывод, делайте чаще комплименты И да, с наступающим вас, дамы Юные инспекторы Нового Ленгоя собрались в жгодном конкурсе «Безопасное колесо» Целых два дня они соседали знания теории и проверяли себя на практике А как прошла безопасная тусовка, узнаем в моем сюжете Всем привет, я нахожусь на конкурсе юных инспекторов «Безопасное колесо» Тут ребята умеют правильно двигаться по жизни А чтобы понять все тонкости безопасной дороги, нужно стать частью этой увлекательной тусовки Эх На что же только не пойдешь ради контента Аки Да уж, это точное испытание для избранных Движение у нас набирает каждый год достаточно хорошее демпы И жили церкви тех юных граждан, которые осознают, что безопасность в их руках Безопасность превыше всего Для юных инспекторов эта фраза уже стала девизом Каждый год команды из разных школ состязаются в знаниях правильного поведения на проезжей части Чтобы добиться высоких результатов, ребята заранее готовятся и даже тренируются Ведь задание намного сложнее, чем может показаться сначала «Молодец, молодец» «Молодец, молодец» «Давай, молодец, молодец» «Пострел» «Вот у вас следующее испытание – это катание на великах, но они сложные» «Честно, боитесь?» «Я немного боюсь, но, наверное, мы выиграем, скорее всего» «Не очень» «Потому что, когда прошлые ребята, они мало верно тренировались, но мы несколько дней подряд тренировались, и мне кажется, у нас получится» «Наш конкурс ежегодный, всероссийский» «В данный момент у нас проходит муниципальный этап, и нам предстоит с победившей командой поехать на окружной этап» «Сколько школ принимают участие в конкурсе?» «Ежегодно участие в конкурсе принимают практически все школы» «Вот на сегодняшнюю минуту у нас 17 команд, и с самого утра уже проходят испытания» «Конкурс состоит из шести станций, посвященных безопасному поведению на дороге» «Юных инспекторов проверяют на знании теории, знаков, разметки, правил движения, оказании первой помощи и многое другое» «Также важна практическая часть» «Для конкурсантов оборудовали полосы препятствий и целый автогородок» «Оценивают ребят тоже по-взрослому» «Все под пристальным руководством инспекторов ГИБДД» «Участников уже смело называют юными профессионалами, их миссия нести дорожную грамотность в массы» «Потому что безопасность – это особая культура, которой должен владеть каждый, даже если до получения прав еще катить и катить» «Василиса Синегина, Махи Агаджиева, Антон Берестянский, Ямал Клик» «Специально для информационного агентства «Импульс Севера» «Делавшие занятия у нас в садике» «Кураторы просто и весело учат нас работать в новостях. Смотрим сюжет» «Всем привет! Это Ямал Клик» «И у нас снова практическое занятие» «Мы учимся работать в новостях» «Из чего состоит сюжет, как правильно говорить и что это за диво-дивное такое корреспондент» «Ответы на все вопросы малышам помогают найти кураторы» «После подписания соглашения «Импульса Севера» с детскими садами» «Ребята уже работают по индивидуальной образовательной программе» «Их учат правильно держать микрофон, не бояться дяденьку с камерой и даже четко произносить буквы» «В будущем все пригодится» «Ура!» «А unconscious» «Акс оцифаномное «Импульс» «У нас начинается шире открываться рот», ей! «Импульс» «Очень привет! Это и Мааквейка меня за jumpакем» Молодец, дальше, 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 передаем, 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 и стоп. В месяц у нас будет две встречи, на которых ребята будут учиться, кроме таких практических навыков, как держать микрофон, брать интервью, как себя вести в кадре. Они также знакомятся и с самой аппаратурой. Если вы понимаете, что у вас есть какой-то реквизит в руках, если есть реквизит сложный, и его нужно держать вместе с микрофоном, то нужно уметь управлять правильно своими ручками. Здравствуйте! А у вас понимаете, когда сегодня погода была? Да, была теплая и дождивая. А еще? А какой у вас шутит? Розовый и фигуретовый. Все новые знания детсадовцы уже применяют на практике, в работе над своими сюжетами. Эти почемочки задают наставникам массу вопросов и хотят как можно больше узнать о лучших друзьях, профессионалов. Например, о камере у оператора или микрофоне у корреспондента. Еще более увлекательным процесс учебы делают практические задания. Здесь самые маленькие юнкоры тренируются грамотно работать друг с другом и окружающими. Дошколята уже сами ищут первые инфоповоды и готовятся к серьезной работе в новостях. Все как у больших. Василий Сесенегин, Абогдан Жидерев, информационное агентство «Импульс Севера». Один за всех и все за одного Ямала! Впервые в истории анимационного кино Ямала на открытом фестивале покажут работу нашего юного мультипликатора. Вот это уровень. Подробности в моем сюжете. Глаза боятся, а руки делают. Уже шести лет Ксения Носкова оживляет любые фантазии с помощью волшебного мира мультипликации. Кстати, творчество юного режиссера вы сейчас наблюдаете на экране. И уже совсем скоро его увидит вся страна. Впервые в истории анимационного кино Ямала именно эти живые картины покажут на открытом российском фестивале. Какие у тебя вообще эмоции? Ну, ты прошла на фестиваль. Что ты чувствуешь по этому поводу? Ну, это честь для меня попадать на такие серьезные фестивали, потому что обычно на всероссийском уровне показывают какие-то взрослые, профессиональные мультфильмы. В какой технике тебе больше всего нравится работать? Первый свой мультфильм я создавала в технике пластилиновой перекладки, но впоследствии, когда я съездила на один тоже очень хороший фестиваль, я познакомилась с техникой рисования на компьютере, то есть классическая рисованная анимация. Мне эта техника завлекла меня больше, и сейчас я работаю только с ней. Мультстудио Ксюши развернулось прямо дома, в маленькой комнате. Здесь и оживают персонажи ее историй. Все необходимое уже под рукой. Остается только найти свободное от кружков и учебы время. Но для любимого дела ничего не жалко. После создания фона мы покадрово сначала отдельно прорисовываем самого персонажа, как он двигается. Так как у меня анимация полупрофессиональная, достаточно и 15 кадров, то есть чтобы получилась одна секунда, нужно прорисовать 15 фаз. И вот после создания и прорисовки всего персонажа получается вот такая небольшая сцена. Сама Ксюша уверена, чем больше вкладываешься, тем лучше результат. От сценария и раскадровок до референсов и анимирования. Прорисовка сцен может занимать до двух-трех месяцев, а ведь впереди еще монтаж и озвучка. Это ремесло настолько же трудоемкое, насколько и занимательное, особенно когда пробуешь себя в разных техниках исполнения. Работы на мультстанке, на нем несколько слоев стекла, и на каждом слою есть персонаж, фон, и это снимается покадрово. Каждый раз персонаж двигается, снимается покадрово и создается с помощью этого движения. Начинающим мультипликаторам я могу пожелать терпения, сил, большой фантазии. И скажу, что не обязательно иметь хороший оборонник для создания мультфильмов. Главное иметь свою историю, свою фантазию и веру в себя, что у тебя все получится. Шоколад любят почти все. А вот откуда он берется и как его изготавливают, я узнала специально для вас. Подробности о создании лакомства в моем сюжете. Ну ладно. Расскажите, пожалуйста, как вы делаете шоколад? Да, и вам тоже. Здрасте. Все начинается с производства шоколада, но, во-первых, вот с таких вот штучек. Как думаете, что это такое? Правильно ли это какао-бобы? Вы верно ответили. Итак, первым делом какао-бобы у нас что делают? Вот это все такое? А, грею. Что это такое? Верно? Обжаривается. Обжаривается какао-бобы и отправляется вот на этот аппарат. То есть вот сюда. Это у нас шредер. Он перемалывает какао-бобы. Получается такой пермичный, помолт, так сказать, такая крупненькая смесь. Эта крупная смесь уже отправляется дальше. Отправляется куда? Вот сюда. Это уже валовый аппарат. На валовом аппарате у нас молотая смесь перетирается в порошок. Он называется какао. Какао-терти. Какао-терти, правильно? Какао-терти. А из какао-тертова под прессом, под высокой температурой, под давлением выжимается вот такое вот замечательное какао-масло. Какао-масло, основная составляющая в производстве любого шоколада. Итак, какао-масло получили, какао-терти получили, верно? Верно. Отправляем эти две составляющих, две основных составляющих. Шаровой медиц. Это прямо вот туда. Желтый проводок, видишь? Видим. Отлично. Это и есть шаровая медицца. Туда еще добавляем что? Если это молочный шоколад. Молоко. О, правильно. Молоко. А чтобы шоколад был сладкий, что нужно добавить? Сахар. Правильно, сахар. Итого у нас целых четыре составляющих. Эти все составляющие у нас смешиваются. И получается жидкий шоколад. Жидкий шоколад попадает на аппарат темпелирования. Собственно, это аппарат темпелирования. Вот так вот он у нас в своей двери. Что мы делаем? Мы берем формочку специально в виде плиток шоколада. Ставим ее вот сюда. Шоколад заливается. И отправляем вот в этот замечательный аппарат. Пару часов в холодильнике и готовы наш плитский шоколад. Субтитры сделал DimaTorzok